Улица Некрасова в Абакане преображается с каждым днем. Здесь появляется коробка за коробкой. Однако строительный бомб может закончиться. И у строителей, и у населения все меньше денег на новое жилье. В этих условиях конкуренция между компаниями обостряется. Им нужно хоть как-то поделить и без того небольшой рынок республиканской столицы. 60-метровые башни на въезде в Абакан – часть будущего комплекса «Отражение», предложения которого больше ни у кого нет. Так позиционирует свой проект компания «Транстрой». Несмотря на дороговизну квартир в будущем комплексе, а цена квадратного метра в нем достигает 48 тысяч рублей, первая очередь из 80 квартир почти распродана. В «Транстрой» уверены – жилье повышенной комфортности и с благоустроенной придомовой инфраструктурой пользуется спросом во все времена, поэтому не подвергают сомнению обоснованной столь дорогой стройке. В то же время здесь не отказываются и от жилья эконом-класса. К примеру, в другом комплексе однокомнатная квартира стоит от полутора миллионов рублей. Если этот объект обладает многими преимуществами, в него объективно намного больше средств будет вложено, он будет просто в себестоимости выше, он и стоит дороже. Если этот объект более бюджетный, мы и старались его таким сделать, поэтому у него сразу же цена 37 тысяч за квадратный метр. Поэтому я думаю, что тут больше, наверное, как-то все должно быть по-честному, без обмана. По адресу Торосова, 9, идут отделочные работы. Летом новостройка будет готова к заселению. Будущие новоселы раскупили квартиры еще на стадии фундамента, при том, что стоимость домов у застройщика, мехколонна номер 8, не самая низкая в городе. Правда, с прошлого года цены несколько упали, и в зависимости от площади жилья квадратный метр стоит от 38 до 43 тысяч. В поисках снижения затрат компания участвует в федеральной программе по строительству жилья эконом-класса. 16 квартир в доме на улице Комарова она отдает по цене ниже рыночной, взамен получает скидку на аренду земельного участка. Выдерживать соотношение цена-качество становится все труднее, издержки постоянно растут, и потому в мехколонне также не видят оснований для дальнейшего удешевления квадратного метра. С учетом роста стоимости материалов, стоимости подключений и земельных участков, снижение стоимости строительства я не предвижу. То есть не вижу в дальнейшем, что будет какое-то снижение стоимости. Мы пытаемся удержать покупателей своим качеством. В отличие от частных компаний, Муниципальный жилищный фонд Абакана – это не коммерческое объединение. Собственное производство стройматериалов позволяет ему держать самые доступные цены для среднего класса – от 33 тысяч рублей за квадрат. Сейчас у компании 7 объектов, в том числе сдан самый высокий на сегодня дом в столице – в 16 этажей. Стремясь быть ближе к покупателю, МЖФ одним из первых уловил, что сэкономить на цене можно за счет площади, и сейчас практически в каждом его доме есть так называемые гостинки по 25-30 квадратных метров, которые пользуются бешеным спросом у покупателей. Несмотря на злопыхательство некоторых конкурентов, мол, это жилье не для жизни, в МЖФ от этих квартир отказываться не собираются. Спрос большой в дальних квартирах, он, безусловно, связан с тем, что это доступная цена, и наша платежеспособность населения на самом деле в наше время, в настоящее время не очень велика. И с ипотекой была в одно время проблема, сейчас стало попроще, поэтому люди стали приобретать именно недвижимость небольших размеров в пределах 30 квадратных метров. В среднем, ну, максимальная стоимость квартиры гостиничного типа до миллиона сто сто пятьдесят. Официально застройщики заявляют о стабильной ситуации, однако факт неоспорим. Сейчас на рынке жилищного строительства предложение явно превышает спрос. Бизнес признает, что в ситуацию должно вмешаться государство. Без его поддержки отрасль просто задохнется из-за нехватки денег. Тем же, кто хочет вложить деньги в недвижимость, стоит сто раз подумать при выборе застройщика. В этом финансовом кризисе выживут только сильнейшие.